Аня Воронко с детства грезила сценой. Первые маленькие шаги к мечте начала делать еще в 4 года. Прямо по стопам мамы. Важный этап ее истории – поступление в школу искусств. Каждый день девушка на 100% отдается любимому делу. Урок вокала у меня два раза в неделю, 45 минут. Сначала мы распеваемся, потом начинаем работать над песнями. Конечно, это очень тяжело, потому что каждую песню нужно прожить. Это очень приятно и интересно, когда люди рядом с тобой занимаются тем же делом и любят то же дело, то, что и ты. В хоровом отделении Анна занимается академическим вокалом. Также пробует себя в эстрадном и джазовом направлениях. За ее плечами не меньше 40 творческих проектов. Еще один шаг к мечте – участие в 15-х молодежных дельфийских играх. Проходил конкурс дистанционно. 9 стран, 700 участников. Несколько этапов отбора – область, республика и, наконец, работы представили на суд московскому жюри. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. По итогам вокальной битвы Анна Воронко стала лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадное пение». Заветный диплом Бобручанке лично вручил министр культуры. С первых занятий я поняла, что Аня обладает яркими вокальными данными, однако у нее еще тонкая, нежная душа. Она, благодаря своей чувственности, в каждую песню вкладывает глубокий смысл. Все тексты пропускают через себя и в итоге получается очень интересная музыкальная история. В школе искусств на хоровом отделении учатся 114 музыкантов. В программе помимо вокала – игра на фортепиано, скрипке, домре или флейте. Но большую часть времени уделяют своему главному инструменту – голосу. Постановку доверяют опытным педагогам. Все ребята талантливые у нас. Мы считаем, что они самые лучшие для нас, потому что многие из них – это лауреаты международных, республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Учреждение обучает юных маэстро почти 50 лет. Сейчас их больше 750. В школе искусств 10 отделений – от хорового до струна Смычкового. К слову, уже в мае здесь пройдет республиканский конкурс пианистов имени Владимира Оловникова. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.